Физкульт, привет зрители и подписчики! Вы на спортивной игру канале Gambit Games и мы возвращаемся в Мастер Лигу в Pro Evolution Soccer 2020, карьера за Зенит и Санкт-Петербурга. Ну что ребят, сегодня у нас три матча. На выезде в Екатеринбурге играем с Уралом, затем на домашней арене играем с Арсеналом и с Тулой. И потом, в Лиге Чемпионов, как вишенка на торте, матч с Амстердамским Аяксом. Ставьте палец вверх, поставили. Устраивайтесь поудобнее и мы начинаем. Вот такой стартовый состав выставил главный тренер Зенита. Павон, Азмун, Вернер, Клюверт, Горецко, Бариус, Мольников, Дуглас, Сантос, Хумельс, Кристенсен и Андрея Луниев, капитан команды. Кстати, ребят, напишите в комментариях, кого вы хотели бы видеть капитана команды. Ну сразу говорю, это не Артем Дзюба. Я бы только за поставить Артема Дзюбу, потому что он реально капитан с большой буквы. Но он у нас в основном выходит со скамейки запасных, так как у него уже потихоньку начинает падать уровень. Был 81, сейчас 80, но продавать его ни в коем случае не буду, он будет играть до конца этой карьеры. Напишите, ребят, в комментариях. И насчет, кстати, голкиперов нужно приобретать, так сказать, преемника искать Луниеву. Ладно, поехали. Добро пожаловать на футбол. Российская премьер-лига. Екатеринбург. Урал на своем стадионе принимает Зенит из Санкт-Петербурга. Устремляется Джастин Клюверт. Азмун. Хорошая передача. Павон. Горецко в ближний. Мне повезло, но там не сильно опасно было. Горецко. Павон. Тимо Вернер. Тимо Вернер в дальний. Горецко. Горецко. Разворачивается Сердар Азмун. Хороший навес. Тимо Вернер. И кто там помешали Тимо Вернеру? Не знаю. Сейчас узнаем, будет ли угловой. Хорошая передача. Джастин Клюверт. Джастин. И не на добивании никого. Точнее, не успевает Тимо Вернер. И Урал будет бить штрафной. Возможно, опасно будет. Решили разыграть. На весь штрафную. И спасение Лунева. Ну и спасение, конечно, стойки ворот. Павон. Контратака Зенита. Павон в ближний. Пробил просто... Ужасно. Сколько моментов уже у Зенита? Я не могу сосчитать. Мы раза три могли забить точно. Опасно били, по крайней мере. И там первый завершён. Пока ничья. 0-0. Зенит мог забить и не раз. Отлично. Тимо Вернер с разворота. Тимо. Есть. 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 Спасибо большое. Низкий поклон. Горецко. Игрок сборной Германии. Партнёр по команде. По сборной. Тимо Вернер. Отобрал мяч. Сделал всё, чтобы центральный нападающий Зенита забил. 1-0. Это очень хорошо, что сразу же в дебюте второго тайма Зенит забил. Вот здесь. Горецко отобрал мяч. Всё сделал сам. Развернулся. Чуть не упал. Но всё-таки удержался. И Вернер таки реализует. На раз-два. Отлично. Азмул. Хорошая передача. Горецко простреливало. Что? Почему никто не отозвался? Потащил мяч голландец. Разворачивается. Хороший навес на дальнюю. Тимо Вернер. 2-0. Видел. Видел голландец. Джастина надо поблагодарить этого молодого голландца. Как всё было прекрасно. И Тимо Вернер расстреливал. Второй раз этот центральный нападающий расстреливает. Вот здесь конечно Клювер сыграл великолепно. Вроде бы обычный проход по флангу. Посмотрел на дальнюю штангу. Увидел немца. И точнехонько прям на его светлую голову. Не рискнул отдать передачу. Джастин Клювер. Павон. Азмун в ближние. Вот это расстреляли прекрасно. И точнехонько седьмой номер забивает. Куда же без тебя Сердар. Бывает ты конечно мягко сказать мажешь. Не забиваешь не реализуешь. Но здесь сыграл выше всяких похвал. Без шансов. 3-0. Можно паковать чемоданы и лететь в Питер. Готовиться к матчу с Уралом. Давайте посмотрим на повторе как это было. Опять Горецко по-моему сделал перехват. Здесь в центре поля оказался Джастин Клювер. Павон. И в одно касание. Без шансов для голкипера. Дреуси на вес. И в одно касание. Не забивает. Голкипер выручил я не знаю. Давайте посмотрим. Здесь неплохо. Разыграли быстренько Себася Дреуси свеженький на 11-метровую отметку. Нет не выручил и не выручил бы если бы вдруг мяч полетел в створ. Друзья Горецко получает повреждения. Я даже не обратил внимание что с ним. Задняя поверхность. Ну это в рамках правил ну окей. Кабир. Ой-ой-ой. Хумельс Хумельс проворонил и Лунёв выручает и нервничает Лунёв. Чистяков. Ну что дорогие друзья 3-0 дубль Вернера и один мяч забил Сердар Азмун. Более чем убедительная победа с Зенита. Друзья вы посмотрите на результаты особенно ЦСКА Рубин 4-0 вот такого я не ожидал. Спартак обыграл с минимальным счетом Краснодар с минимальным счетом Арсенал. На 2 очка мы отстаем от Краснодара у нас один ничемный результат есть а вот у них пока одни победы. Так, ребята ну что давайте посмотрим какие стартовые составы выставили главные тренеры Арсенала и Зенита. У Зенита Лунёв Мамана вышел Жоржа вышел Кузяев вышел Малком и Артём Дзюба капитан команды это я сейчас назвал фамилии которые вышли стартом в составе которых не было в прошлом матче Малком это конечно игрок основного состава но у него немножко были проблемы с настроем давайте посмотрим у Арсенала Луценко Банда Берхамов Камбаров Виктор Альварес ну прям таких ребят с громкими именами ну вдруг кого-нибудь приобрели даже с российской премьер-лиги было бы интересно посмотреть давайте к матчу ну что друзья все готово Артём Дзюба капитан команды Зенита уже сидит в центре поля Газпром арена забита до отказа погнали Малком Малком просит Дзюба передачу и забивает Дзюба Дзюба просит Дзюба получает Дзюба забивает Лёгкий мяч согласен Лёгкий простой типичный наверное даже для Зенита для нашего Зенита у нас либо контратаки либо навесы комбинации проходят но редко я согласен ну почему не навесить на Артёма Дзюба если он попросил передачу ну держи расспросишь и шикарная борьба на втором этаже и Артём Дзюба капитана команды забивает Барис почти отобрал Урал с мячом ой Арсенал с мячом может быть опасно Хумельс ещё один навес там Артём Дзюба опять видел видел и ребят что открылся почему бы не навесить на него может быть опасно удар в ближний спокойно Малком подача хорошая подача Борис взлетел просто над газоном далее Аркузяев Артём Артём Дзюба Тима Вернер да не получается у Вернера удар там первый завершённый четвертой минуте Артём Дзюба в результате великолепной передачи Малкома открывает счёт Малком подача хорошая подача и Борис опять Борис отрывается с защитников и шикарный удар Малком Дзюба просит передачу Дзюба в ближний 2-0 вот так расчертили оборону и Артём Дзюба Артёмчик дубль оформляет вот так вот ребята хорошо иметь запасного супер запасной шикарно всё сделали и пробил ближние примерно такой же гол он забил Спартаку Малком навес хороший на дальнюю и не смог Артём Дзюба замыкать эту передачу замкнуть я бы сказал а не замыкать конечно же друзья Мамана ну что дорогие друзья 2-0 уверенная победа с Зенита и нужно готовиться к матчу с Аяксом Артём Дзюба лучший игрок матча болельщикам конечно куда ещё турнирная таблица выглядит таким образом пока Краснодар не проигрывает ребятки тяжело это будет Рубин третий растут четвёртый ну что друзья заключительный матч в этой серии мне кажется самый главный матч в этой серии играем в лиге чемпионов с Аяксом Артём Дзюба оформил в прошлом матче дубль главный тренер выставил его в стартовом составе ну на самом деле ещё у Тима Вернера не самое лучшее так сказать состояние Сердар Азмун Малком Клювер Горецко Барри Смолников Дугласантос Хумельс Кристенсен и Андрей Лунёв давайте посмотрим у Аякса Дейон Ван Дебек Квинси Промес Тадич Марин Этинг я думаю Квинси Промес много рассказал о Зените не раз он встречался с этой командой давайте к матчу добро пожаловать на футбол Лига чемпионов Газпром Арена Зенит на своем стадионе принимает Амстердамский Аякс команды в атрибунном помещении готовы уже выйти и начать игру я надеюсь начать шикарную игру Тадич Дейон Удар в ближний как опасно это Ван Дебек пробивал вот это да первый опасный момент Кумельс Квинси Промес обходит Квинси Промес Баррис его будет подстраховать Дугласа Сантоса на внештрафную Кумельс на подборе бег удары и Лунёв хорошая передача Иранис полетел Прострел Никто не отзывается Может быть опасно И Лунёв Ну как же так-то между ног просто Клювер Хороший навес там Азмун и Ель-Елен Сердар Азмун Малком Разворачивается хороший навес Азмун в ближний Может быть опасно Зьеш Не пробить Не пробить Зьешу Талиофико Зьеш Вот это может быть вообще Де Йонг Еще удар Зьеша И тут уже Лунёв Так догнать Малком Хороший навес Азмун Ты что там Как болванчик Азмун 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 Малком Подача И Барриус Выше всех Лучше всех Быстрее всех 1-0 1-0 Кузяев Азмун Азмун О боже О боже Артём Но тут я не знаю Что сказать Бог футбола Был Не на Стороне Артёма Дзюба Марин Удар Ух Какой удар Это Класс Ян Хунт Лар Вот это да Я думал Что будет мимо Не тут то было Голландский Бомбардир Лупанул И повезло Зениту И пошла атака 4 минуты Добавил Главный арбитр Квинси Промес И всё Дорогие друзья 1-0 Всё-таки Зенит Побеждает Аякс Равная игра Зенит Во втором тайме Очень хорошо Себя показал И Барриус Забивает После стандарта После углового Очень важная победа Посмотрите На статистику Равный матч Реал Мадрид Обыграет ПСЖ Вот это да Так Где у нас там Наш ферни Бахче 0-3 Уступает ПС Юнайт Вы серьёзно Что ли Вы серьёзно Да Тоттенхэм Атлетика Мадрид Вот так вот Ребятки Вот так вот 6 очков На первом месте Просто великолепно 5 забито Не пропустили Это пока Вот Ферни Бахче Без комментариев Ребят В следующей серии После Третьего матча В Лиге Чемпионов С Ферни Бахче Мы посмотрим Все турнирные таблицы Лучших бомбардиров После трёх матчей А так друзья Что хочу сказать ещё Не забывайте подписываться Комментируйте Ставьте пальцы вверх Следующая серия Выйдет совсем скоро Эта серия была Просто прекрасная Зенит не пропустил Достаточно Много забил С вами был Гамбит С вами был собственно Зенит Всем пока Увидимся Совсем скоро Спасибо